Здравствуйте! В эфире новости в студии Жанна Ситхан. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И коротко о главном. Сразу два поселка закрыли на карантин в Атыралской области. Из-за распространения COVID-19 ограничения ввели в населенных пунктах. Пригородные маршруты планируют запустить уже в начале июня. Аким столица Алтай Кульгинов рассказал на каких условиях. Все предприятия переведены на усиленный санитарный режим. Зато открывают кафе и крупные торговые центры. В Карагандинской области удивили новыми условиями карантина. Почти 48 миллионов тенге составил ущерб нанесенной компании BeCare своим пассажирам. В Алматы продолжаются судебные слушания по факту авиакатастрофы. На усиленный санитарный режим перешли все предприятия Карагандинской области. Вспышка COVID-19 среди работников рудника Нурказган заставила власти региона всерьез обеспокоиться тем, чтобы не допустить повторениям этого сценария на других промышленных предприятиях. Напомню, первый случай заражения в Нурказгане зарегистрировали в начале мая, после чего провели скрининг всех сотрудников. Сейчас там насчитывается уже более 300 инфицированных рабочих рудника и их близких. Производственная деятельность предприятия приостановлена. Дополнительные санитарные меры вводят и другие предприятия. Например, Тупарская ГРЭС даже рассматривает переход на казарменный режим. Однако уже с 29 мая в регионе откроется кафе вместимостью до 30 человек и крупные торговые центры. С 1 июня также заработают дежурные группы в детских садах. Всего в регионе официально подтверждены 662 случая инфицирования COVID-19. Прирост заболеваемости за минувшие сутки там превысил 11%. Специфика нашей области – очень большое количество закрытых трудовых коллективов, которые работают на месторождениях, рудниках, заводах. Многие предприятия области будут переведены вот сейчас, в течение июня, на вахтовый режим. Обращаясь ко всем крупным работодателям области, проявите социальную и гражданскую ответственность, позаботитесь о здоровье своих работников и организуйте работу в выездных лабораториях для тестирования своих сотрудников. В Кузлардинской области 4 пациента из зараженных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, еще один в критическом. Тем временем специалисты отмечают, что в регионе вирусу чаще стали подвергаться пожилые люди. Так, за последние 2 недели там зарегистрированы 12 больных из этой категории граждан. С момента снятия режима чрезвычайного положения в Приорале проведено 5 этапов упрощения ограничений карантинного режима, возобновилась деятельность ряда отраслей на экономике. Однако, с ослаблением карантина возросло и число зарегистрированных случаев инфицирования. Только за прошедшую неделю в Кузлардинской области опасный вирус выявлен у 51 человека. Недельный прирост превысил 20%. Просим жителей старше 65 лет находиться дома в изоляции. Среди населения наблюдается недоверие и беспечное отношение к эпидемии. Поэтому снижена мотивация к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Необходимо ограничить проведение коллективных семейных массовых мероприятий. Ношение масок в общественных местах должно стать нормой. Кроме того, каждый из нас должен требовать соблюдать санитарные правила от владельцев объектов, которые приступили к работе. Сразу два поселка закрыли на карантин в Атараусской области. Из-за распространения COVID-19 ограничительные меры ввели в населенных пунктах Макат и Майкомген. Продлятся они две недели до стабилизации эпидситуации. Пока же въезд и выезд из поселков запрещен. А сельчанам рекомендовано соблюдать масочный режим и социальные дистанции. Всего в регионе выявлено свыше 900 заболевших коронавирусом. Карантинные меры в поселках Макат и Майкомген ввели до 8 июня. В обоих населенных пунктах выявлено по 7 случаев заражения среди местных жителей. Факты заражения зарегистрированы в шести районах Атараусской области. В Алматы завершено расследование по делу о массовом заражении медиков в Центральной городской клинической больнице. Об этом министр здравоохранения страны сообщил на своей странице в Facebook. Ильжан Бертанов отметил, что результаты расследования направлены в прокуратуру для принятия дальнейших решений. В сообщении говорится, что комиссия из 14 человек провела расследование по фактам вспышки коронавирусной инфекции в больнице. По результатам сформированы предложения по дальнейшему устранению подобных нарушений. Ильжан Бертанов дал поручение своему заместителю Людмиле Биробековой выехать в Алматы и встретиться с руководителем организации и медицинским персоналом. Он также поручил решить вопрос трудоустройства медиков Центральной городской клинической больницы, которые временно остались без работы. Между тем в Казахстане постепенно растет число людей, поборовших COVID-19. Еще 45 человек выписали к этому часу, таким образом выздоровевших по стране 4560. Тем временем число заразившихся COVID-19 по республике достигло почти 9 тысяч. В больницах остается свыше 4000 человек. Официально зарегистрированных летальных случаев от COVID-19 – 35. Пациентов, которые заболели коронавирусом, но у них нет симптомов, все-таки будут помещать в инфекционный стационар. Об этом заявила главный государственный санитарный врач. По словам Айжан Ясмаганбетовой, в течение трех суток больные будут проходить диагностику. Если анализы хорошие, пациентов отпустят на домашний карантин с обязательным наблюдением медиков. Разрешат оставаться дома и лицам, которые близко контактировали с заболевшим. А вот потенциальным контактным даже не придется соблюдать двухнедельный карантин. Однако в случае появления симптомов вируса они обязаны обратиться в больницу. К слову о признаках болезни. У большинства заболевших COVID-19 в Казахстане не было симптомов. С 13 апреля в стране провели 662 тысячи тестов. В один из дней пройти обследование смогли сразу 23 тысячи человек. Отмечу, изначально в республике работали 19 лабораторий, где можно было пройти тестирование на COVID-19. Сегодня число медучреждений увеличили до 54. Жители столичного пригорода обратились к нашим журналистам с жалобой на то, что с трудом добираются до работы. Автобусы из поселка Куши в Нур-Султан пока не запустили. Тем, кто работает в городе, приходится добираться на попутках или такси. Стоимость такой поездки, по словам людей, варьируется от 300 тенге до 2500. Такая же ситуация и в жилом массиве «Лесная поляна». Люди толпами собираются на одном из поворотов или выстраиваются вдоль проезжей части. Только бы поймать попутный автомобиль. В одну легковую машину может сесть до четырех человек, и никто из пассажиров не знает о состоянии здоровья друг друга ничего. Главные требования для пассажиров – ношение медицинских масок – соблюдают не все. Автобусы не ходят, ездим на такси. А на работу у нас служебная машина есть, тут у нас работа недалеко, как бы не проблемно до города. А до работы, а в город проблемно, так как не ездят автобусы. А сколько примерно берут таксисты? Я вот ездила неделю назад, 300 тенге взяли до азиопарка, набора 500 взяли. Это частники, да? Да, частники. А если официально, еще больше 600-700. Ну, иногда бывает, что по полчаса мы не можем на такси. По полчаса иногда не можете идти, да? На такси, на частном. Здесь останавливаем, по 200 тенге в город езжаем. Туда и обратно. А обратно как? Проблемы есть? Есть. Есть, приходится ловить такси, ждешь, подолгу бывает. А вообще с транспортом не ездить потом. Ну, по-разному бывает, по-разному. Но, в принципе, в час пик, как в автобусе может быть очередь. А, в принципе, в течение дня можно уехать. Вы не опасаетесь, что в машине еще кто-то может быть, человек не такой, может быть? Вы знаете, опасность она везде, если что, относительно вируса. Она и в автобусе, который переполнен, она и в машине. Как бы, ну, вот. Все, что я могу сделать сама. Между тем, Аким Столец и на брифинге в службе центральных коммуникаций пояснил, что пригородные маршруты планируют запустить в начале июня. Этот вопрос сейчас на рассмотрении. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Алтай Кульгинов также напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности, в частности, носить маски в автобусах и других общественных местах. Аким города уточнил, что за отсутствие защитных масок будут штрафовать. Наши пригородные маршруты до карантина также обслуживали эти населенные пункты. Мы держим этот вопрос на контроле. Вот до конца мая мы пока будем в данном режиме работать. И думаю, что с начала июня мы запустим пригородные маршруты, если эпидемиологическая ситуация сейчас останется такой же стабильной. Гигантская пробка сегодня образовалась на одном из пропускных пунктов в Алматы. По словам очевидцев, в заторе оказались сотни автомобилей. Причем подобная ситуация на блокпостах мегаполиса наблюдается уже больше недели. В городском Акимате заявили причины, связанные с ослаблением карантина и началом дачного сезона. Заместитель Акима города Ерлан Кужагапанов пообещал решить проблему в течение двух дней. Полицейским, которые работают на постах, выдадут больше планшетов. Это позволит им быстрее проверять людей. Что же касается полной отмены работы пропускных пунктов, заместитель Акима города назвал такую меру невозможной. Завтрашнего дня в Октюбе возобновляют работу рынки, торговые дома и дежурные группы в детских садах. Об очередных послаблениях режима карантина сообщил сегодня во время брифинга Акима Ктюбинской области, он да сын у Розалин. Главное требование для открывающихся объектов – строгое соблюдение санитарных норм. Подробности у нашего корреспондента в регионе. Завтрашнего дня в областном центре заработают продовольственные, скотные, автомобильные, вещевые и строительные рынки. Они будут открыты с 10 утра до 5 часов вечера. Кроме того, работу возобновят непродовольственные магазины, торговые центры, спортивные комплексы. Объекты общественного питания теперь смогут одновременно посещать 50 человек. Ранее количество посетителей ограничивали до 30. Однако требования к ресторанам, кафе и летним площадкам остаются прежними. Дистанция между столами в них должна быть не менее двух метров. Проводить памятные и праздничные мероприятия пока также запрещено. Предприниматели должны строго соблюдать санитарно-дезинфекционный режим, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и посетителей. В случае, если требования санитарных врачей, владельцы кафе, парикмахерских и других объектов будут игнорировать, мы будем вынуждены снова приостанавливать их деятельность. Строго соблюдать меры безопасности должны сами жители. Об этом сегодня неоднократно говорил глава региона. Необходимо носить маски в публичных местах и общественном транспорте, пользоваться санитайзерами. Кроме того, привычным явлением должна стать и социальная дистанция. Сейчас нередко люди пренебрегают индивидуальными средствами защиты. Между тем, несоблюдение жителями предписаний санитарных врачей, а также ослабление карантинных мер привели к росту заболеваемости коронавирусом. До этого у нас были блокпосты, и мы ограничивали передвижение между городом и селами. Тем самым сдерживали распространение вируса. Как только ослабили карантинные меры, инфекция проникла в районы. О чем это говорит? По-моему, недостаточная ответственность населения и непонимание того, насколько опасна эта инфекция. В настоящее время в регионе зарегистрировано 282 случая коронавируса. Два из них за последние сутки. 213 человек выздоровели, 69 продолжают лечение. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Актубе, Хабар-24. Следить за расходами средств, выделенных на антикризисные меры, связанные с пандемией, поручил президент Казахстана главе счетного комитета. Сегодня Касымжимар Тукаев принял Наталью Годунову. Председатель комитета проинформировала главу государства о том, как проходит мониторинг расходования финансов. На первом этапе совместно с Минфином осуществляется проверка госзакупок и камеральный контроль. На втором счетный комитет проводит ревизию администраторов бюджетных программ во всех 17 регионах страны. Глава государства поручил обеспечить целевое расходование средств, направленных на здравоохранение, реализацию дорожной карты занятости и поддержку уязвимых слоев населения. Президент также ознакомился с заключением по исполнению республиканского бюджета за 2019 год. Казахстанцы, которым ранее отказали в начислении соцвыплаты в размере 42,5 тысяч тенге, могут подать заявление повторно. При этом в Минтруда пояснили, что пересмотрят только обращения за период действия режима чрезвычайного положения. Заявки, поступившие после 11 мая, пересмотру не подлежат. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения. Акмадис Арбасов разъяснил, для того, чтобы получить выплату, человеку нужно подать заявление в отдел занятости. За своих сотрудников это должен сделать работодатель. Самостоятельно могут обратиться индивидуальные предприниматели и лица, которые осуществляют частную практику, либо те, кто работает по договорам гражданского правового характера. Заявки на пересмотр уже подали около 350 казахстанцев. Прием заявлений и начисление выплаты будет производиться до 1 декабря текущего года. Обязательным условием пересмотра по ранее отказанным заявлениям является предоставление документов. Если мы говорим о наемных работниках, то это приказы о том, что они находились в опусках без сохранения зарплаты. Если это ведем речь о индивидуальной предпринимательной, то, безусловно, это документы, которые подтверждают факт отсутствия дохода. То есть какие-то банковские справки, либо финансовая отчетность, которые бы наглядно и четко показали, когда они будут рассматриваться в районных штабах, что действительно ими был утрачен факт потери дохода в связи с тех ограничительных мер, которые мы вместе все с вами столкнулись. К другим темам. Почти 48 миллионов тенге составляет ущерб нанесенной компании BeCare своим пассажирам в результате авиакатастрофы. В Алматы продолжаются судебные слушания в режиме онлайн. Как заявил представитель комитета по защите прав потребителей Алихан Шакенов, претензии к авиаперевозчику предъявили 729 человек. По его словам, пассажиры приобрели 1354 билета, однако ответчик не согласен с этим количеством. Поэтому он ходитайствовал перед судом о предоставлении полной расшифровки всех тарифов и условий приобретения билетов. Только в этом случае можно определить точную сумму, которую ответчик должен вернуть пассажирам. Суд обязал обе стороны предоставить полный пакет документов к следующему заседанию, которое назначено на 6 июня этого года. Эпидемия коронавируса привела к перезагрузке французского здравоохранения. В ближайшие месяцы власти страны обещают врачам улучшить условия их работы. И это именно то, чего медики добивались на протяжении долгого времени. Тему продолжит Алиаса Сдыкова. Для французской медицины эпидемия коронавируса стала лакмусовой бумажкой. За 10 недель государственные больницы приняли больше 100 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19. И эта работа в экстренном режиме еще больше обнажила проблемы сферы. Нехватку коек, персонала, низкие зарплаты и ненормированные графики. До того, как французские медики стали героями, которым аплодируют из окон, на протяжении долгих месяцев на многочисленных манифестациях они отстаивали бюджетные больницы. Тогда государство не предложило решений, которые устроили бы врачей. Но санитарный кризис заставил по-другому взглянуть на проблемы здравоохранения. И теперь власти инициировали масштабное обсуждение, в котором принимают участие все заинтересованные стороны. От директоров домов престарелых до премьер-министра. Я полагаю, что кризис не требует от нас обязательной смены взятого курса. Но он однозначно требует смены ритма. Нужно ускорение изменений и новые средства для того, чтобы в ближайшие месяцы изменилась жизнь государственных больниц. Кризис требует, чтобы мы приняли необходимые меры, чтобы освободили заблокированную в течение долгого времени систему здравоохранения. Я думаю, что мы сможем это сделать. Французским медикам пообещали повышение зарплат. Правда, точных цифр глава правительства не дал. Сегодня врачи и медсестры этой страны зарабатывают меньше, чем их коллеги в соседней Германии и Швейцарии. Изменения должны коснуться и рабочих графиков, и нагрузки, а также бюджетных инвестиций в сферу здравоохранения. По всем пунктам сторонам еще предстоит договориться. Но, как стало ясно сразу после анонсов Эдуарда Филиппа, профсоюзы настроены добиться максимальных изменений. А значит, еще предстоят долгие дебаты. Но вот в одном разногласий явных нет. В медицину должны активнее вовлекаться новые технологии. И постэпидемическая Франция планирует закрепить успех телемедицины, которая в период санитарного кризиса спасла как пациентов, так и их врачей. Алия Сыздыкова, Руслан Омиржан, Хабар 24, Париж, Франция. Ситуацию с пандемией коронавируса во время телефонного разговора обсудили Нурсултан Назарбаев и Реджеп Таип Эрдуган. Ильбасы и турецкий лидер высказались за объединение международных усилий для успешного преодоления текущего глобального кризиса. Речь шла и о дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами. Также собеседники обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю праздника Фураза Айд. Отмечу, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. И сегодня же Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абудаби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Стороны поддержали меры правительств двух стран в борьбе с эпидемией коронавируса и отметили необходимость принятия дальнейших мер на глобальном уровне для преодоления пандемии. Также Нурсултан Назарбаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю праздника Фураза Айд, который широко отмечается во всем исламском мире. В завершении беседы стороны отметили широкие перспективы и большой потенциал для наращивания сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Министры иностранных дел организации договора о коллективной безопасности обсудили совместные действия по борьбе с коронавирусом. Заседание прошло в формате видеоконференции, однако огромные расстояния между участниками не помешали главам внешнеполитических ведомств также обменяться позициями по международной и региональной обстановке и обсудить перспективы развития организации. Особое внимание было уделено прекращению боевых действий на время пандемии, противодействию международному терроризму и миротворческой деятельности ОДКБ. Как вам известно, сейчас интерес к работе данной организации продолжает расти, поэтому будут рассматриваться, в каком формате другие страны могут участвовать в рамках этой организации. В частности, Казахстан ратифицировал недавно документы, которые позволяют странам, не участникам, не членам этой организации принимать участие либо в качестве наблюдателя, либо в качестве партнера. Казахстан Казахстан В Туркестан области помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Продуктовые наборы в период карантина получили более тысячи семей на общую сумму 9 миллионов тенге. В 2011 году, когда у нас по наводнению было в Западной Казахстанской области, и вот все помогали, весь Казахстан. Так же сейчас мы помогаем в Туркестанской области. 9 караванов отправляли нуждающим, более тысячи семей, например, помогали. Сейчас вот десятые караваны мы отправляем в Мактараловский район. Народ Казахстана сплоченный и дружа любви. Мы не можем оставаться в стороне и как предприниматель, и как председатель армянских этнокультурных объединений, чтобы чем-нибудь полезным для наших друзей, которые нуждаются в этом. Вместо пышного праздника – квартира нуждающейся семье. Такой подарок сделали выпускники школы 2000 года в Индерском районе Таралской области. Решение о покупке жилья было принято единогласно. Семья Камышевых долгое время была вынуждена жить на съемных квартирах. Теперь у супругов с особыми потребностями есть собственное жилье. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом добром деле. Спасибо родителям, педагогам, воспитавшим таких хороших людей. Пусть это доброе дело вернется вам многократно. К этому часу это вся информация. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok